Заброшенный детский садик очень необычное место. Несколько лет назад здесь при загадочных обстоятельствах произошел пожар. С тех пор в этом месте творятся ужасные вещи. Я решил провести тут целую ночь. Однако все пошло не по плану. Будем полететь с... Эй, кто здесь? Кто? Кто здесь? Ну же чем, жутковатое место, да? Честно сказать, я не думал, что нам придется вернуться, но чувак, если здесь опять слышно жуткие крики по ночам, видим свет, я думаю, мы должны это проверить. Давай, на удачу, погнали. Помнишь, там уже охрана была? Так, вроде все тихо. Чувак, только аккуратно, там камера, но она сюда не смотрит. Видишь, вон камера? Чувак, ни единого следа нет. Давай за мной. Вроде все тихо. Эй, есть тут кто? Есть ты, живой? Чувак, вы где все тихо? Друзья, всех привет в моем канале, и сегодня я нахожусь в заброшенном детском садике, который несколько десятков лет назад сгорел, и после этого его не восстановили, и никогда он не работал. Самое странное, что он сгорел при необычных обстоятельствах, и так не могли выяснить, почему. Но после этого жители брожих домов регулярно слышат отсюда крики, и видят свет в окнах. Сегодня мы отправились сюда на ночь, попытаемся выяснить, что здесь происходит. Но, друзья, перед посмотрим, обязательно поделитесь лайком, лайком, комментарием, потому что мой канал умирает, и нужна поддержка от абсолютно каждого из вас. Мне кажется, ночь будет очень жуткая, поэтому, друзья, если вы видите или услышите что-то странное, в моем видео смотрите внимательно от начала до конца, а в конце все напишите в комментарии. Ох, ребят, место максимально жуткое. Чувак, будь аккуратен здесь. Ого, этого колеса не было, и телевизоры. Ребят, здесь что-то реально поменялось. Есть ли кто-то живой? Что, 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 что? Вырубил что? Там собака. Где? Вот он за окном, вот в ту сторону кто-то ушел. На территории? Да, да, да. Охранник или... Я не знаю, там кто-то с собак. Прыгнил в ту сторону, я в сторону. Слушай, давай сильно не шуметься. В общем, друзья, ситуацию осложняет то, что здесь, скорее всего, есть охрана, но мы не понимаем, что она может охранять. Якобы здание под снос, но вот оно уже под снос, 3 года стоит. Я в последний раз здесь был вроде полтора или 2 года назад, оно уже было под снос. До сих пор здесь никто ничего не делает. Я только изредка по территории ходит охранник. И просто гоняется кто сюда попадает. Ну, чувак, я не знаю, как думаешь, это в рот нам про то, что здесь свет ведет и коллеги по ночам слышно? Я не знаю, может, вот у меня есть доля правды. Окей, пошли проверим основную часть. Смотри, мы сейчас ходим, полком встретим, может фото лазить так же, как и мы? Ага. Есть кто дома? Эй. Может, это есть? Не знаю. Что там? Что? Там труп в собаке. Чувак, я не знаю, реально? Ага. Я не знаю, это кому же показано? О, Господи, офигеть. Ребят, реально, чувак, он свежий. Посмотри, будто вчера или сегодня. Офигеть. Ребят, это будет в моем инстаграме. После видео, обязательно посмотрите. Я на YouTube такого лужа не могу. Тут просто жесть. Вы даже не представляете, что здесь. Пошли отсюда, нафиг, чувак. Ребят, мы только зашли, и здесь реально труп собаки. Я, это, я, почему он настолько свежий? Чувак, я думаю, мы придем здесь, чтобы будет спокойно. Слушай, давай лучше ни в коем случае не разделяться и осмотрим это место. Я думаю, даже оставим здесь скрытую камеру. Хорошо. Так, ребят, здесь, когда это был детский сад, кстати, я еще, по-моему, в прошлый раз здесь было кто-то больше вещей. Интересно, куда надо идти? С чего начнем сначала следовать? Может, второй этаж рассмотрим, я не знаю. На второй... Ты это слышал? Где это было? Я не знаю. Блин, чувак, я точно это слышал. Вороны, наверное. Это не вороны. А что это? Не знаю, я, чувак, я слышал, будто... Какой-то, не знаю, такой... Ну, стрёмный звук очень. Есть кто-то? Есть кто-то живой? Нет, чувак, смотри, вообще ни единого следа. Смотрите, вот здесь были детские вещи. Вообще все повыносили. Но эти рисунки, мне кажется, знаешь, еще больше атмосферы жутко добавляют. Особенно ночью. Чувак, мне кажется, я впервые в этом месте ночью, мне кажется, зря мы сюда пришли ночью. Я думаю, знаешь, надо начинать исследовать заброшки с днем. Ребята, напишите, как вы думаете, лучше приходить на заброшки ночью или днем? Но ночью они выглядят куда жучче. Ух, это жесть. Вот тут рисунки здесь уже. Это солнышко очень криповое. Кто здесь? Эй. Чего? Что это было? Эй, кто здесь? Есть ли кто? Какой охранник, нафиг? Чувак, нам этого и не показалось, согласен? Да, тупик. Тупик. Смотри, дверь. Может, он тут? Зрячего. Она прибита глазами. Вон, глазами прибита. А куда она взята? Не в курсе? В курсе, че, здесь только что дверь трясовать, в смысле, в курсе? Ты понимаешь, здесь дверь, и как она могла сама по себе трястить? Хоть какая-то сквозняк? Я не знаю, послушайте, там уже капает на улице, я просто не знаю. Чувак, и думаешь, от этого сквозняка так двери бы тряслись? Это, ну, ребята, не знаю, только это. Уже реально закрыт? Слушай, может, он выбежал, закрыл? Как думаешь? Может быть. Вот это же видео охранника. Короче, я не знаю, давай, давай вести себя более аккуратно. Ну че, это какая-то жесть, я не знаю. Ну ты же сам видел, что дверь тряслась, но не могу я так сквозняком трястись. Ну, походу, он через дверь ушел, я не знаю. Ну вот, ребят, смотрите, мы тут стояли, и просто вот та дверь, которая сейчас открыта, она тряслась. Ребят, я не знаю, как это объяснить, возможно, у вас есть какие-то догадки, но сквозняком, че, сквозняком бы она так, ну, населилась. Ну, понимаешь, здесь много времени будет, здесь, по сравнению, какие-то шумные странные будут, там далеко. Ну, давай тогда сейчас пойдем туда на второй этаж, сейчас, ребят, ну это просто какая-то жесть. Ну, походу, да? Просто, ну, ребят, я не знаю, ну, ладно, че, пошли на второй этаж, потому что, ну, там, или там комната, в которой был пожар, я думаю, может, мы там какие-то ответы найдем. Только аккуратно. Ага. В случае чего не разделяемся. Вот, ребят, смотрите, здесь был пожар. Друзья, представьте, у вас появилась возможность хорошо провести время, прокачать свой интеллект, да и при этом заработать еще. Круто, да? Именно такую возможность дает GG Poker Rock, самый надежный покерный рум с безупречной репутацией. Играть можно с помощью веб-версии, но лично я пользуюсь удобным мобильным приложением, в котором есть русскоязычная поддержка, а также все платежные системы, удачно адаптированные под страны СНГ. Здесь есть много разных турниров и стилей игры. Для тех, кто хочет просто расслабиться, есть режим с минимальной ставкой. Для тех же, кто любит играть по-крупному, есть призы побольше. Самые большие призовые в покерном мире только в сети GG Poker. Еженедельно здесь разыгрывается более 30 миллионов долларов призовых. Кроме того, бонусы, джекпоты, билеты на участие в пристыгных событиях. Именно здесь впервые в истории эксклюзивно проводилась мировая серия покера. Игроками в рамках этого чемпионата было выграно 150 миллионов долларов. Ну а для новых игроков GG Poker Rock дает приятный бонус – 11 долларов. Проходи регистрацию по ссылочке в описании, верифицируйся и забирай его. Просто чё, у нас большая проблема. Ты знаешь, у меня камера переводится в режим ночного виника, она видит инфракрасные лучи. А сегодня я забыл инфракрасный фонарь с собой. Тут что, ребят, беспаленными у нас будет не получится. Кто телефон с удаляешь вообще? Я не знаю, чувак, это... Просто смотри, здесь реально был пожар, и после этого... После этого садик просто сбросил. Мне больше значит, что-то странно, почему его до сих пор не снесли. Вот смотри, сколько лет здесь лежат, ребят, очень жирко, какие-то вот эти все сгоревшие игрушки. Они здесь уже не один десяток лет лежат. И никто... Никто их никуда не девает. Вот очень криповый куклый. Ну и вот, ребят, именно после этого пожара вот здесь по ночам ставятся шесть крики. Мы пока что ничего странного не видели, кровь. Иги, чё, блин? Чувак! Ты чё? Блать, ты? Чувак, ты чё? Иги? Ты тут? Не, ребят. Смотрите, не открывается. Вообще никак. Иги, чувак, ты тут? Слушайте, что это было? Иги! Браток! Ты чё? Пугать не вздумал? Нет, ребят, смотрите, следов вообще нет. Иги, чел! Ты решил прикольнуться? Вообще никого нет. И куда он делся? Это ещё стук этот резкий. Ух! Брат! Мы договаривались не разделяться. Друзья, с этим местом что-то не то. Может, помните, вообще Марк сошёл с ума, но... Ты когда здесь находишься, как-то... Я не знаю, как-то... Ты не собираешься, что делаешь. Я не знаю, просто, ну... Мы договаривались не пропадать, и... Иги куда-то делся. Что это за звуки? Кто тут? Эй, кто тут? Здесь есть кто-то? Иги, это ты? Слушайте, я не знаю. Я, наверное, найду Иги, и мы останемся с крытой камерой, будем валить из... Эй, кто здесь? Кто? Кто здесь? Иги, да ты, чувак! Иги! Иги! Показалось, что пробежал. Может, здесь что-то с потолка капает? Может, это же, не знаю, капли капают? Мне уже мерещится. Но я говорил, это место реально как-то... На психику как-то неприятно воздействует. Не то, чтобы неприятно, но... Кто здесь? Влад, ты тут? Капец, ну нафиг. Иги! Может, я на первый этаж пошел? Какие есть? Правильно, два слышно меня. Надеюсь, со звуком никаких проблем. Короче, ребята, на этом этаже. Я не знаю, может, мне что-то и показалось. На этой камере, если бы вообще, я сейчас пойду искать, иги на первый этаж, а эту оставлюсь здесь. Если вы увидите или слышите что-то странное, пишите в комментарии. А, ты там? Уже есть кто-то живет? Если там что-то есть, скрытая камера это снимет. Конечно, ребят, я вам обещал, что не будем разделяться, и... Я не знаю, почему все это так происходит. С этими запрошками что-то не то. Вот то, что там лежит, я вам показывать не буду. Причем, выглядит он, знаете, так выглядит вроде... Подобрал вот такие детские рисунки. А то, что за ними скрывается, я даже не представляю. Вот смотрите, кот с сигаретой. Кто мог коту с сигаретами рисовать? Может, я сейчас по приколу? А может, и нет. Ой, я еще в подвале не был. Точно, может, иги туда пошел? Иги, ты тут? Ракет. Иги, а ты? Иги? Иги, ты тут? Нет, друзья, я точно что слышал. Иги, это ты? Человек, в порядке все. Иги. О, господи, еще один скелет. Ребят, это уже скелет, и... Если бы не вот этот вот ошейник, я бы подумал, что это... Ну, не знаю, какое-то странное существование в двух ногах, потому что передних ног просто нет. Опять же, это будет в моем инстаграме, я его тут такое залить не могу. Это просто жесть. Иги! Влад! Ребят, когда я вон не найду его, я надеюсь, у него будет хорошее объяснение, куда он пропал. Просто... Слушайте, здесь кто-то жил, смотрите. Кто-то зеркало себе поставил. Здесь костер сжгли. И вон матрас, смотрите, реально кто-то жил. Что, если он живет до сих пор? Друзья, я не знаю, у меня есть на камере минимальная ночная видимость. Я сейчас попытаюсь включить. Просто мне реально очень жутко здесь находиться, особенно одному. Еще когда меня хорошо видят, я сейчас в темноте буду исключить экранчик, на камере разобраться, что здесь как происходит без света, потому что... просто жесть какая-то творится. Так, ребята, вот так вот видно при минимальном ночном режиме. Я надеюсь, вам хоть что-то видно. Просто я не взял свой нормальный экстракрасный фонарь. А с этим, блин, видимость только 2 метра. О, жесть. Ладно, смотрите. Здесь есть одна часть, здесь сидит охранник. Может быть, Игги пошел за... Это последний шанс, где он может быть, потому что я весь садик обошел, его здесь нет. Если он пошел там, здесь сидит охранник, это очень плохо. Если попытаться сюда пробраться, но, ребята, вот именно там в прошлый раз, когда будет, творилась какая-то жуть, и мне показалось, что я заснял призрака. Хотя, я не знаю. Призраков таких прям... явных мы до сих пор не видели. Видели только людей. Как говорил кто-то мне в комментариях, бояться стоит живых, а не мертвых. Правильно? Игги, братья, стыки! Что, ну это нифига не смешно. По-моему, сюда. Вот смотрите, здесь ни одного следа. Вообще ничего не вижу, ребят. Видимо, есть 2 метра. Но это единственный способ пройти мимо охранника. Вон, смотрите, вот там он обычно сидит. Но сейчас я никого не вижу. Просто ничего не буду включать. А вот та самая часть. Ох, ребят, задавное здесь небо. У меня прям жуть. Мурашки по коже. Может, он сюда пошел? Игги, чувак! Это не смешно. Драдец! Ты тут? Ох, ребят. Нет, здесь вообще дверь закрыта. Смотрите, ее пытались сломать. Не подключилась. Это единственный вариант. Игги, чувак, ты тут? Что-то капает. Ребят, это заброшенная столовая садика. Фу. Это сектантская комната. Смотрите, здесь реально были сектанты. Я не знаю, как иначе это объяснить. А здесь заброшенная столовая. Как бы даже мог деться-то. Игги, чел! Мне здесь одному жутко. Ты здесь? Ого! Ребята, офигеть, смотрите. Еще одна комната сектантов. Так. А это вообще уже не по мечту. Вот, ребят, смотрите. Выход вроде так близко. А при этом так далеко. Фух. Кто здесь? Эй! Кто здесь? Я точно что-то слышал. Ребят, мне все время мерещится. Это такое ощущение, что он кто-то следит. Я не знаю, как это объяснить. Ну, смотрите, в северном крыльца дикого нет. Я не знаю, я вроде вижу какой-то плач. Сейчас попытаюсь вернуться в центральное крыло. А смотри, там все. Может быть, не знаю, может я что-то выпустил. Ну, он же не мог сквозь зиму провалиться. Надо его найти и выбираться отсюда. Это место реально проклято. Я не знаю, я все время, когда хожу здесь, мне кажется, что думаю, что кто-то следит. Или кто-то. И такая дрожь по телу. Не знаю, на других, даже в этой заброшенной школе живут. Помните ее? Даже там такого не было. А здесь прям вообще. Ну, реально, знаете, будто место реально проклято. Так, ребят, я сейчас вернусь просто в то место, откуда все началось. И попытаюсь, может, проверить скрытую камню, куда Юги пропал. Смотрите, просто здесь решетки. Сюда просто не может попасть никто просто так. Видите? Даже кто-то очень маленький пролезет. Фух, Игерь. Игерь. Чем? Пора выбираться. Здесь реально жесть творится. Ох, Игерь. Просто какая-то, я не знаю, куда он мог пропасть. Игерь? Игерь, это ты? Игерь. Ты здесь? Вот, ты, чувак, ты что, гонишь? Как ты здесь оказался? Что за фигня? Аня, подожди, открывайте. Чувак, здесь жесть. Что за фигня? Что произошло? Что, куда-то пропал? Кто-то здесь запер. Ты гонишь? Чувак, я не знаю, кто-то здесь запер. Давай отсюда уходить. Уходить? А как мы сюда уйдем? Я не знаю, я кто-то дизапер. Чувак, здесь есть кто-то еще? Я тебе отвечаю. Я знаю, здесь кто-то есть. Кто-то здесь запер. Я не знаю, кто-то здесь уже торчу здесь. Ох, это жесть. Давно ты там вообще в комнате? Я не знаю, я уже замерз. Минут 20 уже стою там, я уже не знаю. Чувак, куда ты дьялся? Почему ты ушел? Да я вот слышал какой-то шум. Думаю, проверил, заходил в кабинет и резко закрывается дверь за мной. Какие-то гумбы падают, чувствую, что дверь замуровали. Я не знаю, что там было с той стороны. Камни, камни, булыжники и какой-то шкафчик. Вот, еще какие-то звуки слышишь, но я не забрал. То есть там какие-то были на втором этаже. Чувак, здесь я ходил в другое крыло, я там слышал какой-то плач, и там что-то лазит. На втором крыле? Это на втором конце прямо? Да, здесь что, из подвала что-то лазит, я тебе отвечаю. Я хочу отсюда найти кого-то скорее. Думаешь, да мы только пришли, мы тут сколько, целый час провели. Ну, помнишь, я тебе говорил, что место реально проклятое? Ребят, я не знаю, вы же сами знаете, что я на многих заброшках был, но именно то, что происходит здесь, нигде с нами такого не происходило. То есть мы пока что никого не видели. В любых других местах, согласитесь, любую вот эту девочку, это реально настоящий человек. А здесь просто что-то нереальное происходит. Я вот думаю, может, зря, может, не стоит здесь на нас сейчас? Тут вот эти кучи, чувак, в подвале куча скелетов каких-то, я не знаю. Да, отвечай, там скелет. Я зато вообще сейчас, как прям сейчас уходить, я вообще не могу здесь уходить. У меня уже просто паника от всего, это уже какие-то издевки, это уже просто что-то не объяснимое. Ладно. Я не знаю, что сказать еще. Давай выпираться. Ну, чувак, я не знаю, ты понимаешь, что? Может, лучше вернуться на реально, но он с большой супрембандой нашей. Ага. Смотри. Смотри, не бандой. Я предлагаю, знаешь, что это сделать? Давай попытаемся выйти через главный вход. Главный? А где я и после не помню. Ну, чтобы не через забор. Прямо вот из этого корпуса, который, пойми через корпус, там где столовка. А там дежурки. Там тоже дождать не будет? Чувак, я уже выйду через охранник, а чем, не помню, как через эти тела. Куда ты, куда ты? Куда ты, куда ты? Не знаю, жук левая, Сахарыч. Пришли, гусь три. Чувак, налево, 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 налево. За мной, чувак. И разделяемся. Капец, блин. Чувак, это параша. Что это было? Что это было? Двину хотелось. Это 20 тысячу решетки на стеклах. Там есть, тихо-тихо-тихо-тихо, там есть кто-то? Я где-то. Чувак, все, ты видишь, вон, вон, прямо, прямо дверь. Давай туда. Аккуратно. Уже можно как-то выбраться? Походу нет. Может, здесь прыгнем? Слушай, давай покрышу фонарь. Ага. Пять минут в тишине посетим. Да. Ребят, я не знаю, что это. Помнишь? Чувак, это не то место, где дверь стучала? Да, это тоже кабинет. Слушай, давай сейчас тихонечко пытаемся отправиться к выходу. И покинуть им место. Да, согласен. Ребят, смотрите, я здесь скрытую камеру сейчас быстренько сбегаю, заберу. Пошли вместе. Но при этом я справлю, оставлю здесь вторую. Я ее перепрячу, ребят, чтобы просто никто не мог видеть, где найду ее. И уже оставлю ее на всю ночь. Пошли вместе, не разделяйся. Иги, ты ходи и оглядывайся, потому что здесь жесть происходит, понял? Просто ходи и оглядывайся все время. Тихо, тихо, ближе, быстрее. Она там была. Слушай, ты видела эту собаку? Такое ощущение, что ее что-то подняла и пошвырнула. Я даже думаю, тихо, что мне не так, мне не посеворяется. Видите, я как живая. Она как живая, только не живая, пошли отсюда. Ребят, кому было жутко, ставьте лайк. Пишите в комментариях, как вы думаете, что происходит с этим садиком. Мы будем встать вбираться. Однако, если вам интересно продолжение, ходи и посмотреть, что я сняли с крытой камеры. Наберите в этом ролике 20 тысяч лайков, 5 тысяч комментариев. А также делитесь с крутыми жуткими заброшками, в которые нам стоит поехать. Ребят, все ваши комментарии я отмечу лайками. Также подписывайтесь на мой инстаграм. В инстаграме будут фото этих скелетов и тела собак мертвых. Я просто не знаю, как это все объяснить. Подписывайтесь на канал, а также посмотрите версию видоса Иги. Он снялся жуткое. Что же, ребят, пишите, как вы думаете, что это было. Чувак, я думаю, что здесь не стоит задерживаться. Хорошо. Хорошо, хорошо. Пошли. Пошли.